Добрый вечер. Здравствуйте. Новости бывают хорошие, бывают плохие. Мы считаем, что новость, над которой посмеялась вся страна, автоматически становится хорошей. В эфире только хорошие новости в программе «Чисто Ньюз». И сразу хорошая новость. Сборная Украины по футболу наконец-то прошла стадию плей-офф и примет участие в чемпионате Евро-2016, который будет в Ашанске. Поздравляем, ребят! Мы еще вернемся к этой новости, а пока немного политики. Петр Порошенко объявил 2016 год годом английского языка. Это событие станет серьезным ударом по свободе слова, потому что в Украине свободно разговаривает по-английски разве что сам Петр Алексеевич, ну и в Сине Яценюк на уровне «Give me a money, please». Мэр Киева Виталий Кличко пообщался с одесским губернатором Михаилом Саакашвили по часам. Сделал это он при помощи так называемых умных часов Apple Watch. Хотя, если бы Виталий Кличко говорил и в обычные механические часы, этому бы тоже никто не удивился. В Киеве возле одного из торгово-развлекательных центров открыли аллею звезд. На мероприятии присутствовали группы Никита, Скай, боксер Виктор Постол, шоумен Евгений Филатов и другие. То есть получается, что аллею звезд открыли, а самих звезд пригласить забыли. Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский заявил, что займется созданием линии мужской одежды. Хочется пожелать начинающему дизайнеру одного. А прежде чем начинать шить, неплохо бы завязать. А теперь об этих и других новостях более подробно. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об объявлении 2016 года годом английского языка в Украине. Что тут можно сказать о май 2016 год? Согласитесь, довольно странное решение, ведь большая часть правительства рассчитывала на год грузинского языка. В связи с этой новостью в Украине уже активизировались частные репетиторы. Впрочем, Порошенко собирался объявить в Украине год английского языка уже давно, но окончательное его терпение лопнуло после пресс-конференции столичного мэра. Также президент пообещал, что изучение английского станет одним из приоритетов государственной политики поручил открыть сеть бесплатных кружков по изучению английского языка. Украинцы тут же попросили гаранта сделать 2017 год годом говяжьего языка и открыть кружки, в которых можно будет бесплатно поесть вкусняшки. В общем, для Украины год английского языка это, конечно, хорошо, но было бы лучше провести год английских дорог или хотя бы месяц английских зарплат. Что по этому поводу думает наш эксперт из народа Евгений Кошевой, мы узнаем прямо сейчас в рубрике «Род народа». Интересно, что же он думает. Всем привет, Вася, с вами Зэка, Вася. Почему я так говорю? Потому что Петр Алексеевич Порошенко решил следующий год объявить годом английского, чтобы его типа все учили. Вот вы мне скажите, нахрена мне знать, как по-английски «сосиска», если мне ее, сука, не за шокупить? Кстати, «сосиска» по-английски «сосич», Вася. Вся страна, сука, «сосич», а мы английский учим. И вы прикиньте, как это будет выглядеть? Это ж какой суржик получится, Вася? Если раньше люди шокали и гэкали, Вася, то теперь они еще будут и зэкать. Это ж по всей стране, Вася. Ну как можно, прикинь, год английского в Казятине, Вася. Да им при немцах лучше жилось, Вася. Кстати, что делать людям, которые всю жизнь учили немецкий, Вася? Что им, год молчать или шо? Это ж хорошо, что еще города не начали на английский манер переназывать, Вася. А то было бы у нас княжество Житомир, Вася, и графство Запорожье. Значит, прихожу я вчера домой, Ксюхе говорю, «Президент, Вася, ввел год английского, давай учи, Вася». Она мне говорит, какой нафиг английский? Иди лампочку включи. Я говорю, не-не-не. Будет год лампочки, Вася, я включу лампочку. Сейчас давай английский учить. Я его, говорю, уже практически знаю. Вот спроси у меня, говорит, что-нибудь. Она мне говорит, как будет машина, Вася? Я говорю, «Экар». Она говорит, а как автобус будет? Я говорю, «Экарус, шо непонятного, Вася?» Значит, шо там еще? Значит, и простых людей, Вася, английский этот не обойдет стороной, Вася. Поэтому у нас будет теперь не просто уборщица, Вася, а будет клининг-вумен, Вася. Ну и прикиньте, как от этой клининг-вумен, Вася, будет звучать фраза «Куда ты, с***, по помытому?». Значит, у моего кореша в следующем году заканчивается срок, Вася. Вот он выйдет, Вася. А везде английский. Как ему быть, Вася? Единственное, что его связывает с английским, это то, что он на Евро-2012 у какого-то англичанина кошелек стрелил, Вася. И вообще, кто-нибудь может объяснить господину президенту, что уйти по-английски, Вася, это не ввести язык? С вами был жертв. И этапы целы наклоклася. Живите четко и не косящайте. Петрович, where is my 50 гривен? Ты. Спасибо, Евгений. Мы продолжим новостями из столицы. После трехнедельных акций протеста в Киеве все-таки разобрали тарифный Майдан и митингующие разошлись по домам. Неизвестно, где в этот момент находился Олег Ляшко. Вполне возможно, что его тоже демонтировали. На днях в Киеве появилась первая украинская площадь звезд. Организаторы уверяют, что площадь рассчитана на закладку более стайменных звезд. Откуда у них столь позитивный прогноз, касающийся будущего украинского шоу-бизнеса, остается загадкой. Звездная площадь расположена недалеко от дворца спорта, прямо возле станции метро. Место расположения было выбрано, чтобы звезды могли удобнее добираться. На мероприятии присутствовало около 20 звезд, а может и больше, а может и меньше. Просто мы лично с Евгением не всех звезд знаем в лицо. Иль да. Наибольшее признание среди всех звезд Украины получил все-таки Михаил Михайлович Поплавский, ведь для него подготовили не просто звезду на асфальте, а целый люк. В Киеве произошла авария с участием полицейского автомобиля. Это первый случай, когда патрульные прибыли на место аварии секунда в секунду с участниками ДТП. Отметим, что патрульные не растерялись и сразу вызвали патрульных. На помощь коллегам приехало две патрульных машины, хотя должно было быть три, но одна врезалась в кого-то по дороге. Продолжим. Вчера сборная Украины по футболу сыграла в ничью с командой Словении и по итогам двух матчей все-таки прошла на чемпионат Европы 2016 года. В аэропорту наших футболистов встретил специальный корреспондент Артем, которому мы передаем слово прямо сейчас. На часах 4.00 я, Артем Гагарий, нахожусь в Бориспольском аэропорту, где встречаю нашу сборную Украины, которая вышла в финал чемпионата Европы. Сюда я приехал не для того, чтобы взять интервью, а просто для того, чтобы увидеть, поздравить и взглянуть на настоящие лица победителей. Олег, какое лицо у победы у нас стоящее? Олег, кто там? Немножко перепуганное? Нет, вот такое у нас. Вот такое. Ну, какое лицо у победы, а? Какие эмоции у победы? Какие эмоции, ребята? Эмоции? Слово капитану. Капитан. Передаем стрелки. Передаем стрелки. Нормально. Просто эмоцию в камеру, ну победную, ну. Это победа, ура. Эмоции волшебные. Эмоции волшебные мы прошли. Мы доказали всем, что мы сильная команда. Мы очень сильные. Украина? Да, пусть нас ждут во Франции, мы будем всех побеждать. Все, всем французам хана, правильно? Всем. Ну, кто попадет в Европе, всем хана. Ясно, всем хана. Я хотел, пользуясь случаем, передать привет тем игрокам, с которыми ты дружишь. Это Олейнику, есть тоже его заслуга в этом. Это Зазули Роме, тоже передают привет. И Олегу Бахину. Потому что если бы он не ушел бы, х**, то бы вы вышли. Да, тогда передают. Ну на самом деле, поздравляю вас, пацаны. И вот знаете, что я сказал? Я сказал, что вы, конечно, поступаете подло с квартала. Нет! Повода для юмора нет, понимаете? Нет! Так вы проиграли, мы б столько смешного всего написали. Поздравляю. Я тебя поздравляю с победой. У меня к тебе один вопрос. Ну все, половина разделилась. Половина считают пятого лучшим игроком, половина тебя. Знаешь за что? Конечно, знаю. Вот вопрос, что это было? Эмоции, как это, но они провоцировали весь мать. А что ты говорил? Потому что мы-то видели только сам момент, а вот что ты говорил? Видели только жесты, да? Ну да. Да ничего, ну, как это, непереводимое яросло, будем так это называть. А как вы думаете, что Денис вот имел в виду, вот он когда это делал, что он имел в виду? Я думал, что он хотел сказать, что, ребят, для вас все закончено. А, вам, собственно? Капец. Он показывал в Словении то, что 16 лет мы лелеяли в душе, обыграть их и, наконец-то, выйти на Евро. Я думал, что мы 16 лет лелеяли то, что он показал. Ну, где-то так и было. Денис Бойко, он, конечно, хотел поддерживать всем сердцем и душею сборную. А что он держался не за сердцем, у меня вопрос в этот момент. Ден, а сделай вот просто автограф на этом шарфике, а я тебе объясню, для чего. А вы, дорогие друзья, придумайте смешной комментарий к этому видео, и лучший комментарий получит в подарок вот этот шарфик от виновника, так сказать, торжества. С победой! Это тебе. Не, не. Боже, какие отношения в сборной, а? А, как ты? Спасибо, спасибо. Как ты зажёг сегодня, а, на трибуне? Слава Украине! Героям слава! Слава нации! Смерть мой рай! Акраина! Боя души! Слава воинам АТО! Слава воинам АТО! У меня для тебя мастер-класс. Давай. Повторяй за мной. Глюага люкрейна. Глюага люкрейна. Знаешь, что это значит? Слава Украине. Слава Украине. Только на французском. Героям слава. Да, это самое главное. Ну что ж, друзья, на этом всё. В конце хотелось бы ещё немного добавить. До мачеплов я запустил специальный флешмоб «Вирма в перемогу», в котором приняли участие многие известные украинцы и простые наши сограждане. Так вот, я официально заявляю, что этот флешмоб мы продлили до финала чемпионата Европы 2016 года. Потому что мы «Вирма в перемогу!» Это был Артём Гагарин. Увидимся. Спасибо, Артём. Желаем вам новых смешных репортажей о нашей сборной новых уверенных побед. Продолжим новостями из России. Управление Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации в Вологде открыло дело в отношении владельца автомобиля «Газель» за то, что он разместил на своей машине рекламу сайта с обнажённой девушкой, а на боковом стекле портрет президента Владимира Путина. Остаётся вопросом, за что хотят наказать водителя «Газели». Варианты следующие. Значит, Путин расположен очень неудобно, и президенту России не видно обнажённую девушку. В любом случае водитель осознал свою ошибку и на следующий день разместил на боковом стекле портрет девушки, а сзади рекламу с обнажённым Путиным. Следующая новость также пришла к нам из России. Московские правоохранители задержали лже-магов из Камеруна по подозрению в аферах с валютой. Вот уж действительно чёрная магия. Возникает логичный вопрос, насколько у пострадавших должно было быть хорошо с долларами и насколько плохо с головой, чтобы они попытались приумножить свои доллары с помощью магов из Камеруна. У нас на очереди наша постоянная рубрика «Га-гламор». Когда бы презентация клипа Сергея Звёрева происходила в населении… Николи! Владька! То на ней бы пришло подивитись очень много людей. Конечно, все бы подумали, что это репетиция вертега. Владька, успокойся! Ну а кто пришёл на презентацию его клипа в столице, и сейчас мы подивимся. Подивимся? Подивимся. Погнали! Погнали! Хоч знаете одну песню Серёжи из Звёрева? Он говорит, скажем так, он не поёт. На него прикольно смотреть, и такие люди нужны публике. Слушай, Владька, а ты знаешь хотя бы одну песню из Звёрева? Конечно, ну вот тут районы, квартали, жилини… Что, ты не Звёрев? А как ты думаешь, если бы поступила такая пропозиция заспевать в дуэте с Серёжей? Не знаю. Нет? По-моему, начался кирять свято. Стосовно клипу хотела себе узнать, тяжко працювала с Серёжей? Это где-то 18-я наша совместная работа, поэтому, так как он ещё и кум мой, поэтому у нас с ним очень хорошие отношения, сумасшедший креатив. Для Сергея Звёрева можно экспериментировать. Кажись, в нашем шоу-бизнесу появился патріарх. А что вы думаете про новый клип Сергея Звёрева? Мы имеем вот наш кавшоте. Она явно его не схвалит. Что нужно сделать, чтобы попасть в шоу-бизнес, чтобы вместе сняться в клипе с Серёжей? Вы знаете, для себя. На самом деле нужно заниматься просто своим любимым делом, нести любовь, заниматься творчеством. И тогда так сойдутся звёзды вашей жизни, что вы окажетесь именно там, где вы должны быть. Вот когда ты был. Я не знаю, когда я был. Мы же в ресторане. Я в ресторане. А вот так вот. Уже, как мне стыдно. Клип на песню «I'm Superstar». Да. Что вы хотите сказать этим клипам? Ну, во-первых, для меня это вообще кардинально другой шаг. Если вы знаете, что я вообще не говорю на английском. Я на английском знаю что? «Но лук», «Но ветчина», «Он ли яйца». Ну, и что я знаю на английском? Я там написал префект. «My sex», «Five minutes», «Five thousand dollars». Как всегда ваш, Серёжа Звірів. Як сьогодні ми побачили, все, что делает Серёжа Звірів, это песк в шоу-бизнесе. Я бы даже сказал не песк, а крик. Крик про допомогу. Володька, ты просто не шаришь. Главное будет Танька. И Володька. Все, пошли. Куде? Как куде? Ну, споведи куде. Володька, чё, придурки, как споведи. Такого сюжета треба споведати за Танька. Зъехать шо? Спасибо, Танька. Спасибо, Володька. Ждём от вас новых репортажей. Прилагаем вашему вниманию очередную подборку нелепостей, с которыми мы столкнулись в интернете. Наша сегодняшняя подборка посвящена необычным частным объявлениям. Первое объявление является ярким примером необъяснимой женской логики. Сниму квартиру или квартиру, пишет Галина Юрьевна. Мы хотели было пожелать ей удачи или удачи в её поиске, но тут мы столкнулись вот с этим объявлением и вообще забыли, что мы хотели. Поменяю квартиру в этом подъезде на что-нибудь доселе мне неведомое. Без комментариев. Значит, далее. Какая-то таинственная организация набирает сотрудников по вот такому объявлению. Кое-куда требуется человек. Видимо, там придётся кое-чем заниматься за кое-какую зарплату. Следующее объявление напоминает нам о том, что на дворе всё-таки 21 век. Питание работников ОАО «Буммаш» будет осуществляться через компьютеры. Всё очень просто. Видимо, сел за компьютер, скачал себе суп, загрузил лапшу с котлетой и порядок. Ну а чтобы в этой кибер-столовой не создавалась толкотня и очереди, повесили ещё одно вот такое объявление. Вход в интернет только по одному человеку. Следующее объявление мы увидели в детском театре. Спектакль для детей от 8 лет. Но, внимание, в спектакле используется слово, ну, сами видите какое-то. Видимо, в театре проблемы с финансированием и актёры иногда в сердцах жалуются прямо со сцены на нелёгкую актёрскую долю. Ещё одно интересное объявление. Утерянные ключи находятся в консьержке. Вроде бы и радостно от того, что ключи нашлись. Но, с другой стороны, и грустно, ведь непонятно, сколько придётся ждать перед тем, как консьержка сможет эти ключи вернуть. В общем, друзья, читайте внимательно объявления, ведь они иногда могут даже спасти вам жизнь, как, например, в этом случае. Курение в подъезде вызывает Олега и преждевременную смерть. Мы продолжим. Несчастный случай произошёл с 33-летним рэпером Тимати, когда он находился на отдыхе. Во время прогулки по берегу Индийского океана исполнителя рэпа укусила барракуда. Видимо, даже рыбы иногда слушают Тимати. Отметим, что полное название этого водного позвоночного животного – барракуда тупорылая. Но это неудивительно, какой рэп такая и барракуда. Друзья, мы всегда рады, когда у нас в программе появляются новые лица. И сегодня в рубрике «Хорошо там, где нас нет» дебютирует наш корреспондент из Минска Виктор Кучинский, который сейчас нам расскажет, что там у белорусов. Добрый день, поваженные сябры. Меня зовут Виктор, и я веду свой репортаж из Беларуси, о которой сегодня хочу вам немножко рассказать. Беларусь – уникальная страна. Здесь очень просто стать миллионером. Для этого достаточно разменять 50 долларов США. Кстати, белорусы – очень суеверный народ. Существует свадебная традиция, согласно которой невеста обязана посидеть на подаренных деньгах для того, чтобы их стало больше. То же самое делает наше правительство с кредитами. В Беларуси 60% населения исповедует православие, 40% – католицизм, а 83,5% все еще верят в одного человека. Белорусы отдают предпочтение картошке. А ведь картошка – это любимый продукт, особенно у мужчин. Даже размер женской груди мужчины делят на крупную, среднюю и семенную. Интересный факт, но для белорусской девушки фраза «У тебя нос картошкой» – это комплимент. 60% белорусов отдают предпочтение футболу. 40% белорусов предпочитают биатлон. Но благодаря одному человеку 83,5% белорусов играют в хоккей. В рейтинге футбольных сборных Беларусь занимает 96-е место. Наша хоккейная команда в мировом рейтинге на 9-м месте. Вы знаете, складывается такое ощущение, что Беларусь в спорте похожа на древнюю Спарту. У нас тоже слабых и некрасивых мальчиков отдают в футбол, а сильных и красивых – в хоккей. Кстати, Артем Милевский – белорус. На туристических сайтах и форумах пишут, что Беларусь – это островок социализма. Мы с этим категорически не согласны и готовы подойти к первому прохожему и спросить его мнение. Здравствуйте, какая для вас Беларусь? Здравствуйте, мне очень нравится Беларусь. Здесь очень послушные граждане, очень сильный авторитетный лидер. Я бы даже сказал, что это, наверное, мой рай. А мы спросили мнение у первого прохожего. Давайте же спросим мнение и у остальных. Для меня, знаете, Беларусь – она хорошая. Ну, здесь мне нравится жить. Я считаю, что все белорусы, они как каштаны, знаете, они колючие изнутри. Но если их расколоть, то внутри они окажутся гладкими и красивенькими. Большая, светлая. Красивая. Добрая. Здесь как дома мы находимся. Спокойная. Красивая? Родная? Светлая? Светлая? Нежная? Угу. Спасибо большое. Дорогие друзья, на этом наш репортаж подошел к концу. Надеюсь, за эти короткие пару минут вы узнали о нашей стране что-то новое. Спасибо за внимание. До новых встреч. Еще раз добрый вечер. Напомним, что в эфире программа «Чисто Ньюз». Программа, в которой любая новость может прозвучать как хорошая. Например, вот такая. Экс-футболист сборной Украины и «Динамо Киев» Артем Милевский заявил, что в ближайшем будущем планирует выпустить собственную линию одежды. Нас нисколько не удивило данное заявление Артема, так как в последние несколько лет Милевского регулярно видели нарядным. Тем не менее, мы верим в перспективного украинского модельера Артема Милевского. Правда, опасаемся, что и эту карьеру, карьеру дизайнера он может закончить где-нибудь на хорватской трикотажной фабрике. Ну и настало время нашего традиционного хит-парада «Неудачников». Бронза сегодня у доктора, который, скажем так, не туда попал. На втором месте бой подушками, который закончился ремонтом комнаты. Побеждает сегодня наш коллега-телеведущий и его рассказ о музыке и не только. Дим переспевал очень известную песню австралийского спевака. Спасибо нашим участникам, желаем им удачи, она им точно пригодится. На сегодня новостей больше нет, но ни в коем случае не переключайтесь, потому что сразу после нашей программы вас ждет продолжение сериала «Слуга народа». Ну а мы встретимся с вами завтра вечером. До свидания. Пока.